Добрый вечер! На канале Россия 24 программа Вести Ульяновск. Итоги дня их подведу я, Ксения Грищенко, и вот что вы увидите. Вдобавок к автокомпонентам резиденты местной промзоны планируют снабжать деталями и ветропарк. Кристина Агафонова узнавала о новых промышленных планах. Транспортная безопасность, космонавтика, информационные технологии и трудоустройства. Курсанты и сотрудники авиационных учебных заведений страны представляют научные проекты в УИГА. Приводим в порядок монументы ко Дню Победы. Ульяновские депутаты организовали полезную акцию в Международный день охраны памятников. Альтернативная энергетика привлекает все больше резидентов Ульяновской промышленной зоны. Технологическим партнером российской ветроиндустрии готов стать завод «Шефлер». Инвесторы обсудили это с региональными властями. Новый статус позволит локализовать на местных площадках производство компонентов и узлов для ветряных установок. Кристина Агафонова с подробностями. Объемы производства растут ежегодно в среднем на 15 процентов. В унисон развитию отечественной автомобильной промышленности здесь расширяет номенклатуру компонентов. Пришло время задуматься еще и о новых направлениях. Компания готова стать технологическим партнером российской ветроиндустрии. Практически все компоненты этих ветроустановок должны быть локальными. В том числе и подшипники. Подшипники ротора, опорные подшипники, поворотные узлы. И компания «Шефлер» рассматривает возможность разной степени локализации данных подшипников России. Все успехи с завода Сергей Медведев переживал как свои собственные. Сюда он пришел пять лет назад простым наладчиком и сразу командировки к европейским партнерам. После стажировки повышение. На данный момент я уже два с лишним года работаю инженером по качеству. Отвечаю за качество выходящей продукции, таких как механизмы переключения передач, вилки переключения передач, которые осуществляют непосредственный функционал коробки передач автомобиля. Также отвечаю за качество корзин и дисков сцеплений. У нас очень специфичные процессы. И если мы видим, что сотрудник перспективный, у него есть потенциал, у него есть самый главный интерес, то мы готовы очень много вкладывать в него. Теперь такие сотрудники и сами могут стать наставниками перспективных, подбирают еще в учебных заведениях. Специально для таких инновационных предприятий регион модернизировал саму систему подготовки рабочих кадров. Сами работодатели откликаются на эти посылы и мы выстраиваем систему подготовки кадров, систему квалификационных требований исключительно из практической потребности работодателя. Подготовка кадров для таких инновационных проектов станет главной темой выступления губернатора перед областным парламентом. 22 апреля Сергей Морозов подведет годовые итоги работы, а еще ответит на вопросы жителей. Задать их можно по электронной почте, адреса на экране. Письма с вашими вопросами принимает до 19 апреля. Кристина Агафонова и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. В Ульяновском институте гражданской авиации проходит международная конференция «Гражданская авиация. 21 век». На протяжении двух дней, 18 и 19 апреля, курсанты и сотрудники авиационных учебных заведений страны представляют свои научные проекты по 17 направлениям. Это не только авиационная тематика, но и летная эксплуатация. Среди тем есть транспортная безопасность, физическая культура и спорт, английский язык, а также информационные технологии. Я затрону проблему трудоустройства выпускников нашего вуза. И в моей работе включен анализ рынка пилотов, анализ рынка трудоустройства. Кроме того, многие докладчики затрагивают историю космонавтики. Курсанты Уэга часто посещают звездный городок. Смотрят, как проходит подготовка будущих космонавтов. А выпускник института Кирилл Песков вошел в состав экипажа нового российского космического корабля «Федерация». Возможно, он станет одним из первых россиян, ступивших на поверхность Луны. То есть вот те хорошие сложившиеся традиции между нашим учебным заведением и отрядом космонавтов, они продолжаются. И вот сегодня Антон Николаевич прибыл. Спасибо вам огромное к нам на конференцию, пообщается с ребятами, посмотрит, как они занимаются и научной деятельностью, и ознакомиться с нашим институтом. 111-й космонавт нашей страны, герой Российской Федерации Антон Шкаплеров стал почетным гостем конференции. В Уэга он побывал впервые. Первые шаги по институту, первые впечатления у меня, конечно, очень положительные. Ну, во-первых, я всегда мечтал побывать в главной кузнице России, где готовят пилотов. Очень часто пользуюсь услугами гражданской авиации, поэтому еще увереннее буду садиться в самолет, которым я сам лично не управляю. Также на конференции была представлена экспозиция, посвященная 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина и Алексея Леонова. Она включила в себя книги, фотографии, информационные материалы и научные сборники материалов предыдущих конференций. Вопросы безопасности региона обсуждали сегодня утром в стенах областной администрации. Сейчас период паводка уже завершается. Уровень воды в реках Ульяновской области так и не достиг критических отметок. Вместе с тем актуальными стали полевые и лесные пожары, которые провоцируют весенний пал сухой травы. Не хотим отметить, что в силу погодных условий в текущем году, так называемая жаркая пора с точки зрения уникновения большого количества очков природных пожаров, началась раньше прошлого года, что может свидетельствовать и о более визитном периоде с чем. Из-за анализа пожаров и загорания, связанных с сгонением сухой травы и мусора, в предшествии с чем можно увидеть определенные сгономерности. Анализ причин загорания дает основание положения, что речь идет о целенаправленных поджогах с стороны землепользователей разных категорий. В связи с этим, соответственных лиц, не обеспечивающих меры безопасности, обещали спросить по всей строгости. Особенно это касается глав администрации населенных пунктов, расположенных в зоне лесов. Непонятная позиция муниципального образования, где населенный пункт реально находится в лесу. Там, в самом деле, шуа, психологический диспансер, когда там люди с очень серьезными заболеваниями находятся. Когда рядом, кроме этой маленькой речушки, там нет никакого источника воды вообще. Сегодня же обсуждали безопасность во время майских праздников. Сейчас проводится проверка всех учреждений культуры, которые задействованы в массовых мероприятиях 1 и 9 мая. Письмом министерства рекомендовано своевременно информировать силовые ведомства и учреждения здравоохранения, находящиеся на территории муниципального образования, своевременно представить сценарные планы, схемы размещения площадок, контакты ответственных лиц, а также в случае организации проведения фейерверков. На это я обращаю особое внимание. Рекомендовано информировать подрядчика о необходимости наличия допусков. Как сообщили организаторы, акция «Бессмертный полк» в День Победы может собрать в Ульяновске до 30 тысяч человек. Силы правопорядка 9 мая будут дежурить в режиме повышенной готовности. Сегодня в Ульяновском регионе стартовал четвертый международный туристский экспофорум «Отдых на Волге». И уже в первый день работы участники активно включились в обсуждение перспектив индустрии гостеприимства. Основные посылы полезного отдыха специалисты озвучили на первой всероссийской конференции развития санаторно-курортного комплекса «300 лет российским курортом». Тренды оздоровительного туризма 2019. Каждый турист – это микроинвестор, который приехал из соседнего региона и привез сюда свои денежные средства. Поэтому мы планируем развивать направление санаторно-курортного комплекса не только в части развития имеющихся объектов, но и, конечно, в части строительства новых. Новые современные объекты привлекут в регион новых инвесторов и значительно увеличат клиентскую базу. Сейчас нетронутые природные территории представляют наибольший интерес для развития туризма. Именно неизведанные и экологически чистые места, нуждающиеся в рекреации, люди выбирают в первую очередь. У нас есть большие сегменты потребителей. И нам развитие санаторно-курортной отрасли, именно как сохранение своего здоровья и путешествия за здоровьем, конечно, очень важно. Поэтому наш лозунг «Любой туризм должен быть оздоровительным». Международный форум завершится в регионе 21 апреля. За четыре дня специалисты в области туризма поучаствуют в практических конференциях, пленарных заседаниях и представят свои достижения на тематической выставке. 18 апреля – Международный день охраны памятников. Он был учрежден весной 1983 года. В нашем регионе эту дату отметили делом. Депутаты Ульяновской городской думы вместе со школьниками очистили несколько монументов и благоустроили территорию вокруг них. В нашей области памятников в честь знаменательных событий много. Братская могила бойцов Курской бригады и комбрига Азарха, погибших в годы гражданской войны, находится в селе Отрада. В августе 1918-го в страшном бою здесь полегли 50 человек. Мы с ребятами от Радинской школы решили вот таким образом отметить это мероприятие международное. И посвятить его и воспоминаниям об историческом событии, которое произошло в этих местах. И, соответственно, и в апреле у нас проходят субботники приурочивания к уборке этого исторического места. Историческая память, она тем и важна, что передавать ее именно молодежи нужно, потому что именно они должны впитать своими корнями это все. И чтобы у них это осталось навечно в памяти, уже они своим потомкам передали точно так же это. А это уже аллея памяти возле 35-й школы. И здесь установлен мемориальный камень в честь воинов Великой Победы и выпускников, погибших на Северном Кавказе. Сегодня ребята из этой школы тоже вычистили территорию вокруг и привели в порядок памятник после зимы. Ветераны Волховского и Ленинградского фронтов сами посадили эти березы. В 2015 году был установлен сам память. Каждый год мы, наш кадетский класс и все ученики нашей школы выходим, чтобы убраться, чтобы наша территория выглядела так же хорошо, как она выглядела в те годы. Остальные памятники героям войн в Ульяновске также приводят в порядок в преддверии Дня Победы. Неделя медицинской миссии «Лицом к будущему» продолжается в стенах детской областной больницы. Иностранные хирурги уже оказали реальную помощь ульяновским ребятам. О том, кто пошел на поправку, расскажет Дмитрий Емельянов. Взаимный обмен опытом, консультацией для пациентов от зарубежных светил медицины и мастер-классы по хирургии для наших специалистов. Все это часть уже седьмой традиционной ежегодной сессии. Хирургия – это, видимо, как наука или не наука, но это живая специальность. Мы, общаясь с коллегами североамериканскими, с московскими, с европейскими, постоянно самосовершенствуемся. И это дает большие возможности для оказания помощи нашим детям ульяновской области. В этом году специально к приезду иностранных коллег в детской областной больнице подготовили семь пациентов с тяжелыми случаями. Всем им требуются сложнейшие операции. Доброкачественное образование в печени, желудке и пищеводе. Челюстно-лицевые реконструкции и многое другое. К слову, четыре совместно проведенные операции уже завершились положительно. Например, Мирославу Наумову провели сложнейшую трехчасовую операцию по удалению кисты пищевода. Этот случай был интересен именно расположением кисты. С помощью лапароскопии, с помощью маленьких инструментов мы смогли попасть в брюшную полость и увидеть посредством камеры, что же там происходит. И нам удалось аккуратненько извлечь эту кисту, отделить ее от пищевода, от желудка и извлечь ее наружу. Как и другие пациенты, Мирослав уже переведен в обычную палату. Уже в скором времени врачи надеются его выписать. Благодаря им делали не полостную, а лапароскопию. Надеюсь, более благоприятно здоровье ребенка скажется. Все-таки стресс, любая операция. А сейчас он чувствует себя хорошо. Миссия «Лицом к будущему» продлится в этот раз в Ульяновской области до 20 апреля. После обмениваться медицинским опытом наши североамериканские специалисты будут при помощи телемостов и цифровых технологий. Но очередной приезд в регион состоится через год. Что такое инфляция и как она влияет на цены в магазинах? Каким должен быть уровень инфляции, чтобы в стране не случилось экономического обвала? Сегодня в студии программы «Тема дня» на эти вопросы ответит эксперт Ульяновского регионального отделения Центрального банка России Алексей Иванов. Программа «Тема дня» выйдет в эфир сразу же после выпуска новостей. И на этот час у нас все новости. Я благодарю вас за внимание. Прямо сейчас информация о погоде вместе с Ириной Шмыговой. Спасибо, Ксения. Добрый вечер. В студии Ирины Шмыговой сейчас несколько слов о погоде. По данным областного гидрометеоцентра, температура воздуха ночью по области от 4 до 9 градусов мороза. В Ульяновске минус 6, минус 8. Ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный и слабый. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Завтра днем по области от 6 до 11 градусов выше нуля. В Ульяновске плюс 7, плюс 9. На этом о погоде все. Всего вам доброго.